Потому что вот здесь уже начинает передергивать позицию КХЛ, мою позицию. На следующее, при том я выражаю не только свое мнение, я выражаю мнение большинства руководителей клубов континентальной хоккейной лиги. Мы считаем, что Зиновна Хайдарович делал все возможное, работал добросовестно. Другое дело, почему у него не получилось, это второй вопрос. И он, кстати, очень досконально, профессионально ответил сейчас на эти вопросы и достаточно самокритично. Мы говорили только о том, что нельзя вешать всех собак на тренера и говорить, что он во всем виноват. Вот наша позиция КХЛ. Точно так же все ожидали, что вот сейчас КХЛ придет, набросится на президента федерации. А мы считаем, что президент федерации хоккея сделал все возможное для успешного выступления сборной. И корень зла кроется абсолютно в другом. Наше мнение, не вдаваясь в частности, да, вот, боже упаси, вот вдаваться в частности сейчас. А давайте легионеры, давайте молодых рассматривать, да, это вот одна тысячная из того, о чем нужно рассуждать сейчас. Наша позиция. Мы считаем, что в нашей стране, в нашем хоккейном сообществе нет единого мозгового центра. По закону, по закону, по федеральному закону, таким центром должна быть Федерация хоккея России. Об этом прямо говорит закон о физической культуре и спорта. Такового нет. Я сегодня привел пример. У нас есть высший руководящий орган, Совет Федерации, а потом и сполком. В Совете Федерации я сейчас привел 20 фамилий, а я не знаю, кто эти люди. Или, вернее, они когда-то к хоккее имели отношение. Вот это что, теперь мозговой центр? Они что, могут подсказать нам стратегию развития хоккея в Российской Федерации, да? Люди не имеют, к хоккее уже много лет никакого отношения, а многие вообще никогда не имели к нему никакого отношения. Вот мы о чем говорим. Мы попросили сейчас президента Федерации сделать все возможное, чтобы следующие выборы, они должны быть уже в ближайшее время, чтобы на следующих выборах и Совет Федерации, и исполком стал на самом деле руководящим органом. Да мы виноваты все исполком и Совет. И де-факто мы виноваты, и де-юре мы виноваты в этом, в провале. И не нужно вешать собак на отдельных личностей, на игроков, на тренеров, на кого-то. Да мы все виноваты. У нас нет единого мозга, который бы сидел и думал о российском хоккее. Вот и все. Вы посмотрите, что у нас творится. Давайте я буду называть фамилии вот просто так, да? Касатонов, Фетисов, Федоров, Каменский. Что, эти люди у нас ничего в хоккее не понимают, да? Хорошо. Руководители клубов. Кто скажет, что у нас Величкин, Яковлев, Хуснутинов и, наконец, Сафронов, двукратный обладатель Кубка Гагарина. Эти что, люди тоже ничего не понимают в хоккейном хозяйстве, да? А почему их нет? Почему они не принимают участие в обсуждении этих вопросов? Вот нам сейчас сказали, создается комитет. Ну хорошо, очередной комитет. Но, вы еще раз поймите, комитет, как нам сказали, консультационный, да? Дал консультацию, ни за чего не отвечаю. Да нельзя так. Нельзя так. Люди должны отвечать за принятие решений и за свои консультации. А эти люди могут быть только те, кто юридически обязан это делать. То есть советы исполком. Вот и все. Зачем создавать вот эти вот советы? Вы выберете в исполкомный совет достойных людей, профессионалов, и вот с них можно будет спросить. А что вы спросите вот с этого консультационного совета? Они скажут, ну это мое частное мнение, хочу, сказал. На перевыборах КХЛ будет свою фигуру уставлять? Я? Не вы, а КХЛ будет уставлять свою фигуру на пост президента ПХЛ? Не знаю, мы еще об этом не думали. Это не моя компетенция. Александр Иванович Медведев не пришел сегодня, почему? Это как-то с чем-то связано? Он в командировке, в зарубежной командировке. Чем КХЛ вообще может помочь сборной, вот на ваш взгляд? Мы полагали, что мы сделали все возможное. Но оказалось, мы не сделали все возможное, и надо было более настойчиво пробивать вот эту идею. Вот, вы знаете, мне очень нравится еще позиция замминистра спорта Юрия Нагорных, который и в прошлый раз призывал нас все-таки, мы в одной лодке, да, сесть и начинать договариваться. И сегодня были сказаны эти слова, это абсолютно правильные слова, но нельзя договариваться вот в каком-то пространстве, да. Вот нельзя договариваться, все ли поговорили, разошлись. Нужно договариваться так, чтобы договаривающиеся стороны потом отвечали за свои слова. И чтобы профессионалы решили, ну, например, образно говорю, там, 10 легионеров, да, и потом, чтобы профессионалам, вы в том числе, пришли и сказали, ребят, а что это вы нагородили-то, 10, какие же вы профессионалы, если вы загубили наш хоккей, да. То есть человек должен отвечать за свои консультации, за свои слова и за принятые решения. Нет ответственности, вот у нас теперь некому отвечать за результат. Вот и все.